привет знаете такого музыканта кейт типет прекрасный джазовый музыкант пианист также играющий на духовых на различных но дело не в этом но покажу на самом деле пластинку до кейт типет групп 1971 год здесь играет половина музыкантов из группы soft machine в частности элтон дим в частности роберт уайт ну и много кто еще очень интересный прогрессивный необычный джаз с примесью рока безусловно но дело не в этом дело в том что кейт типет играл на фортепиано на записи альбома king crimson номер два in the wake of poseidon пластинка вышла в 1970 году до спустя несколько месяцев буквально после выхода первого альбома первый in the code of the crimson king вышел в октябре 1969 а это в мае 70 соответственно очень быстро между 1 и 2 перерывчик небольшой как мы понимаем или пластинка она чрезвычайно нравится хотя она почему-то как-то меломанами в обсуждениях в разных она немножко находится в стороне все говорят что это якобы повтор первого альбома но чуть-чуть слабее не знаю насчет слабее мне кажется она посильнее первым просто более прямой более прямолинейной более понятные поэтому бьющий прямо в лицо сразу в уши в лицо в сердце в голову в желудок куда угодно просто сметающий с ног а в эту штуку надо вслушиваться конечно хотя это на мой взгляд прямое продолжение первого альбома и даже песни здесь являются как бы вторыми частями того что тех песен которые опубликованы на первом альбоме in the code of the crimson king хотя пластинка концептуальная в отличие от первой она связана единой такой истории под названием peace мир посвящена миру пластинка и мир в прочтении роберта фриппа все также ужасен как он показывал нам как демонстрировал нам его на первом альбоме а может быть еще и ужаснее потому что если на первом альбоме был крик вот мне кстати пишут что я много говорил про ярость первого альбома а там же песни такие лирические как бы медленные и тихие а вовсе не громкие не яростные так вот мне кажется ярость внутренняя она в этих лирических песнях даже сильнее читается чем в произведении 21st century skid side man там все в прямую там ярость и ярость а в эпитафе in the code of crimson of the crimson king заглавной песни даже в moon child там такая глубочайшая печаль такое отчаяние такая безысходность недаром же в эпитафии эти слова смятение моя эпитафия вот это смятение она пронизывает весь первый альбом а здесь все еще глубже может быть конкретней немножко тише немножко сложнее чем на первом альбоме глубже и совершенно безысходно безысходно все потому что в общем с одной стороны пис пис и beginning начала песни где идет практически вокализ о мире но мир этот сталкивается с такими вещами что само понятие мир куда-то уходит и становится эфемерным и вот этот самый мир он из трех частей небольших пис и beginning первое прочтение открывающий альбом пис и тем это начало второй стороны альбомы и писем энд финал пластинки мир где-то где-то мир так было бы хорошо если бы повсюду был мир но начинается все с pictures of a city страшная совершенно вещь она похожа на 21st century's kid the man и инструментально похожа и фактурно похожа и даже гармонически похожа но она уже гораздо более безысходно как я я все повторяю это слово потому что в 21st century's kid the там отчаянное гитарное соло отчаянное саксофонное соло все все от души все вперед все летит а здесь тоже начинается все шагающих таких рифов гитарно-саксофонных то да 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 очень мрачно на самом деле все такая тяжелая поступь по городу идущего человека и видящего все ужасы этого города и в середине тоже большой инструментальный кусок на настолько четко выверен настолько четко механически сыгран фрипом как как часовой механизм все его нотки все так все так уложено все так нарезано все так вылизано и вот эта механика города механика современной жизни она там прямо прочитывается потом это пауза в середине и нагнетание нагнетание нарастание гитарного рева которая сильнее всего потом будет исполнена на альбоме red например очень похожа по по смыслу этой музыки очень похожа очень здорово сделано кстати говоря фрип так и означал свою музыку я не сказал об этом в прошлом ролике он говорил что моя задача это хаос создать хаос и давиться того чтобы этот хаос сам себя структурировал превратился в гармонию почему я назвал его демиургом в прошлом ролике кто такой демиург 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 это существо которое из хаоса создает мир вот фрип этим и занимается по всю пору мне кажется самого начала до самого конца кильденса and cascade следующая вещь ее поет гордон хана гордон хаскелл приятель фрипа почему да потому что лейк уже из группы ушел фактически он уже ушел он уже работал с группы эммерсон лэгк энд палмер но вокалиста не было для записи второго альбома king crimson и фрип упросил лэйка за вознаграждение спеть материал второго альбома лэйк попел 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 а потом ушел совсем и песня одна осталась не спетой kidneys and cascade не спетая песня пришлось искать другого вокалиста и фрип пригласил хаскела который прекрасно и и спела эта песня абсолютно впрямую пересекается с произведением i talk to the wind на самом деле с первого альбома и смыслово и музыкально и фактурно с плейтами с акустической гитарой со всеми этими делами после чего у нас идет in the wake of посейдон мелатронное полотно которое прямо из эпитафии вылезает вылезает нехорошее слово выливается продолжает эпитафию эпитафия это in the coat of the kinseng king да понятно абсолютно прямо вот вторая часть пис тема фрип играет на акустической гитаре эту самую тему про мир и слышно прямо что вот хочется ему этого мира а не получается то есть играет и безупречно играет прекрасно но с такой печалью это надо суметь еще донести безысходности печаль инструментальной пьески хотя конечно классические музыканты фортепиано да все мы знаем королева играла в замке башни шопена да но это это все попсовая печаль такая а здесь печаль рок-музыканта который играет и поет о реальных вещах cat food джазовые такие мрачные джазовые штуки вообще страшнее музыки чем в джазе бывает что в джазе такие бывают чудовищно ужасные мрачные страшные вещи многим металлистам далеко как до луны до саксофонных ужасов кстати вот в cat food здесь все это и присутствует посвящение потребителю скажем так я не буду рассказывать а буквально буквализировать это все как женщины там говорят о том кто что покупает супермаркете там ля 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 песня о потребителях cat food в общем мрачная и ядовитая ироничная жесткая бьющая по морде прямо песня прямо по морде все сантименты оставлены вообще в стороне сантименты все остались на первом альбоме они очень красивы очень как я уже говорил свободны от души но это сантименты а здесь уже конкретика пошла хотя конкретика исчезает в дэвилс триангл при последнем произведении можно сказать последнем потому что пис and and в конце это уже совсем маленькая виньетка завершение альбома прощание и сожаление о том что мира все-таки нет так вот этот в дэвилс триангл это как бы шаг на другой уровень музыки уже от рок-музыки которая игралась все-таки с неважно с элементами джаза с импровизациями с фриджазом с уходом в классику с элементами европейской музыки старинной но все равно это был рок а дэвилс триангл это уже то чем группа будет заниматься дальше на следующих альбомах то есть это и не джаз и не рок это музыка king crimson которую фриб изобрел и она столь страшно что все вот эти сантименты рок-н-ролл и прочие песнопения они все уже этой группе не нужны это настолько страшная жуткая музыка которую местами даже невыносимо слушать но она затягивает от нее не оторваться особенно мне нравится там кусочек в середине такой марш который переходит в карнавал каких-то таких ужасающих уродцев клоунов коротышки со страшными лицами в адских каких-то клоунских колпаках вот они пляшут танцуют скалят зубы и и и делают что-то ужасное вот этот кусочек есть в этом самом дэвилс триангл и он конечно многое объясняет из того что на душе у фрипа было в тот момент и я думаю что и сейчас осталось потому что такие вещи не забываются но состав я говорил я или нет роберт free понятно лейк пришедший на этот альбом уже не работающий в группе поэт майкл джайлдс прекрасный барабанщик вот я хотел сказать в прошлый раз про него человек который играет в роке и в классической музыке какой-то адский неповторимый джаз абсолютно джазовая манера игры на ударных очень странная очень странная фразировка очень странно где он как вдруг что он сыграет следующем такте вообще никто не знает даже сам наверно он не знал такое ощущение что абсолютно импровизированная партия ударных но очень четко ложащаяся в музыку это то чего собственно и добивается фрип и добивался структурировать хаос из хаоса создавать гармонию вот на примере майкла джайлса это ведь виднее всего потому что послушайте внимание внимательно его барабанные партии на первом на втором альбоме что это невероятно играется не не от того что это все дико сложно это сложно да и он играет очень здорово но это невероятно по логике по как это почему почему такие вот такие вот штуки петер джайлс бас мэл коллинз который заменил я на макдональда саксофон и флейты гордон хаскелл я уже говорил вокал и питер синфилд опять написал все тексты вот если бы не эта обложка которая наверно многим нравится но мне она не очень нравится было бы просто все идеально структурированный хаос роберта фриппа группа king crimson 70-ый год in the wake of poseidon замечательная пластинка где-то тут кейт трипет у меня лежал да вот про кейт и трипет а мы потом еще поговорим и обязательно дойдем до прекрасной группы the moody blues что там болтается у меня нирвана хорошо king crimson у нас еще впереди а я как всегда пошел пить бай